МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, как готовится наш Брест к миллениуму. Сегодня выпуски. Информация от первого лица. Председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис встретился со студентами Брестского государственного университета имени Пушкина. В открытом диалоге наряду с серьезным и глубоким анализом современных процессов нашлось место и юмору, и личностным темам. В память о герое, шагнувшем в бессмертие, в небе надо рабовщиной. Первому герою Беларуси Владимиру Карвату 28 ноября исполнилось бы 60 лет. Ирина Альшова о человеке, который стал для современников примером настоящего мужества, верности офицерскому долгу и чести. Время икса. 2019 год. Год тысячелетия. Брест активно строится, реконструируется, облагораживается. Анастасия Ноздрин-Плотницкая об очередном этапе строительства западного обхода. Брест и глазами гостей. Брещанка Наталья Левина, ныне проживающая в Лондоне, о городе и преобразованиях, о его жителях и о своих задумках, рассказала корреспонденту БУК-ТВ Анастасии Стропко. Об этом и не только. Прямо сейчас. Открытые диалоги губернатора Брещина и Анатолия Лиса со студентами проходят постоянно, и это всегда дружественная и доверительная атмосфера. Острые вопросы, волнующие пытливую и любознательную аудиторию, никогда не остаются без четких и последовательных ответов. Информацию от первого лица об экономических тенденциях в области, о новых масштабных проектах, об образовании, трудоустройстве, о комсомоле не узнаешь больше нигде. Поэтому студенты стараются сполна воспользоваться уникальным шансом побеседовать с руководителем области. В Брестском государственном университете имени Пушкина разговор Анатолия Лиса со студентами длился порядка двух часов. В открытом диалоге, наряду с серьезным и глубоким анализом современных процессов, нашлось место и юмору, и личностным темам. Встреча получилась очень теплой и душевной. В начале встречи глава области Анатолий Лис рассказал студентам о социально-экономическом развитии края, темпах роста, внутреннего регионального продукта, экспортном потенциале и его реализации, инвестиционных проектах, а также занятости населения и средней заработной плате. Подобные мероприятия губернатор проводит регулярно. Анатолий Лис ежегодно встречается со студентами всех четырех вузов Брещены. Мы договаривались, у нас не первая встреча, что четыре высших учебных заведения, которые есть на территории нашей области, четыре университета, что ежегодно мы будем встречаться. И эту практику я продолжаю. Для чего они нужны? Ну, прежде всего, довести позицию, чтобы вы слышали из первых вуз, чем занимаются органы исполнительной власти, какие задачи стоят, как мы работаем. Это тоже важно. Мы же должны перед населением нашим, перед преподавателями, студентами, отчитываться о своей работе. Вторая часть мероприятия – вопрос. Студенты проявили активность и интересовались многими темами. Говорили о сохранении историко-культурного наследия, спортивных мероприятиях и трудоустройстве молодых специалистов, молодежных стройках и туризме. Всего за время диалога Анатолий Лис ответил без малого на полтора десятка вопросов. В числе первых прозвучала тема малой родины, развития небольших городов и других населенных пунктов. Мы уделяем внимание не только районным, небольшим центрам. Мы ежегодно, уже на протяжении последних несколько лет проводим дожинки в малых, бывших районных центрах. Начали мы эту работу в Давидгородке, вы слышали, это бывший районный центр на самом востоке нашей области, где вложили около 10 миллионов рублей белорусских, привели там благоустройство, много сделанное население, привели так город в хорошее состояние. Затем у нас в этом году прошли дожинки в городе Высоком, и кто-то был там или нет, может проехать. Там тоже неплохое сделали благоустройство, подтянули строительство, жилье, инфраструктуру. В следующем году это будут ружаны. Анатолий Лис подчеркнул, в ходе таких диалогов нет и не может быть тем под запретом. Губернатор выразил готовность ответить на любые злободневные вопросы. Свою позицию, к примеру, Анатолий Лис обозначил по строительству под Брестом аккумуляторного завода. Завод будет построен. Почему? Потому что это новое производство, нам нужны новые производства. Значит, это новая продукция, которая будет и у нас, и в стране нужна. Но он будет построен и запущен только в том случае, если не будет отрицательного воздействия на окружающую среду человека. Вы же это прекрасно знаете. У нас нет независимого нового, старого или какое производство. Если там будет негативное, отрицательное воздействие, он будет закрыт. Спрашивали студенты и о личном, о комсомоле и его влиянии на становление человека. О студенческих годах, выборе дела жизни, а также личных качествах, необходимых для успеха. Анатолий Лис отвечал на вопросы обстоятельно. И студенты после встречи признавались. Беседа получилась очень искренней, приятной и полезной. Конечно, мы думали заранее, какие вопросы мы можем задать Анатолию Васильевичу. И, конечно, он был искренним, особенно те вопросы, касающиеся его детства, или его, возможно, будущего выбора, как бы он поступил. Конечно, я думаю, он отвечал достаточно откровенно. Хотелось бы отметить, что были раскрыты весьма важные и проблемные вопросы, которые очень интересуют студентов. Это было важно, потому что каждый хочет знать, где он живет, с кем он общается. Очень важно встречи такого уровня, потому что нужно общаться, иметь прямой контакт с властями. Я считаю, что это хорошо, это очень приятно, когда университет, сам ректор, они интересуются интересом молодежи. То есть, если у них есть живой интерес к этому, допустим, в данном случае к губернатору Борисской области, они организовали нам встречу. Плюс было очень задано много вопросов, которые студенты явно хотели задать, были даны определенные ответы. И я думаю, что все в итоге остались довольны. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Есть в истории государства и людской памяти особые люди, достояния страны. В современной истории Беларуси таким человеком стал ее первый герой – летчик Владимир Карват. Подвиг, совершенный нашим земляком в мирное время, навсегда останется для современников и для потомков примером настоящего мужества, верности офицерскому долгу и чести. В городе над Бугом на бульваре космонавтов Владимиру Карвату установлен мемориальный бюст. Именем первого героя Беларуси названы улица и средняя школа номер 8, где жил и учился летчик. 28 ноября нашему земляку исполнилось бы 60 лет. Родная школа легендарного земляка стала местом основных мероприятий, посвященных этой дате. 28 ноября – дата для учащихся средней школы номер 8 города Бреста особая. Это день рождения первого героя Беларуси – военного летчика Владимира Карвата, чье имя носит школа. Поэтому главным местом мероприятий, посвященных памяти нашего земляка, стала его альма-матер. В 2018 году Владимиру Карвату исполнилось бы 60 лет. И в день рождения легендарного земляка, отдавшего свою жизнь ради жизни других людей, в мае 96-го года в Неве над Рабовщиной, в средней школе номер 18 прошел митинг. Воины вооруженных сил, жители города Бреста и нашей страны гордятся подвигом нашего земляка. Для военнослужащих Владимир Карват подвиг его является примером мужества, героизма, исполнения офицерского долга. И выпускник Владимир Карват всегда будет примером для наших жителей и для воинов Республики Беларусь. В Бресте имя и подвиг Владимира Карвата известны всем. На бульваре космонавтов установлен мемориальный бюст. Его именем названа улица, где жил наш земляк и школа, в которой он учился. В 2012 году здесь открыт музей, посвященный жизни и подвигу Владимира Карвата. А год назад на фасаде учреждения образования появилась памятная звезда. В жизни всегда есть место подвигу. Большому, значительному или маленькому, незаметному. Но судьба распорядилась так, что именно нашему земляку Владимиру Николаевичу Карвату жизнь уготовила совершить большой, значительный подвиг. Вспомнить подвиг военного летчика Владимира Карвата на памятное мероприятие впервые в Брест прибыли гости из 182-й минской школы, которая расположена в одном из военных городков Минска на улице Карвата. Весной 2018 школе присвоили имя первого героя Беларуси. И для минчан этот визит – начало дружбы и сотрудничества между двумя школами, носящими прославленное имя. У нас есть чем делиться и задумками, и учащимися, которые у нас также имеют высокие задатки для того, чтобы развиваться. И еще раз говорю, вот это имя дает возможность учащимся задумать, в какой школе, в какой стране они обучаются. Поэтому, конечно, мы будем сотрудничать. Сегодня подпишем договор о сотрудничестве между нашими школами. У восьмой школы много традиций. Одна из них – день рождения Владимира Карвата – торжественно вручать удостоверение на право ношения формы установленного образца. Ее надели учащиеся 10-х классов с правовой направленностью. А еще в память о матери-герое Агриппине Дмитриевне Карват руководство школы вручило благодарственные письма мамам учащихся, достойно воспитавшим своих сыновей. Это моя опора. Это, во-первых, у меня трое дети, это самый старший. Он и воспитывать помогает и среднего, и младшего. Я на него рассчитываю всегда. То есть это, на самом деле, я могу гордиться им просто вот даже, несмотря ни на учебу, ни на все, вот просто он как человек – это золото. Поэтому я очень его люблю и очень горжусь им. Я надеюсь, что вырастет достойный человек и мужчина. Вечером того же дня на базе средней школы номер 13 имени Валерия Хована прошли финальные игры и награждения турнира по волейболу в памяти Владимира Карвата, который проходит по инициативе администрации Ленинского района уже в 17-й раз. В мероприятии приняли участие глава ленинцев Геннадий Борисюк, а также родные Владимира Карвата. Таких людей, как он, людей, для которых слово «подвиг», слово «защита людей» не было пустым звуком, их нужно помнить в достойных делах и турнирах. И вот этот турнир, который сегодня мы проводим в очередной раз, это 17-й по счету турнир, мы его расширили. Если раньше в нем были только детские команды школьные, то сейчас и рабочие молодежь, и рабочие в итоге участвуют 17 команд. Уровень достаточно высокий, и чем больше людей будут помнить это имя, тем больше, наверное, мы будем помнить и чтить вот этого человека. Соревнования стартовали 19 ноября, и за 10 дней в них приняли участие 15 команд учреждений образования и 13 команд работающей молодежи. Первое место среди учащихся завоевали юные волейболисты областного лицея имени Петра Машерова, а во взрослом финале развернулись нешуточные страсти между дружиной Брестка в мясокомбинате и командой «Молодежь Бреста», которая и стала победителем. Команды собрались очень всесильные. Из 13 команд работающей молодежи было 8 команд, которые уровнем был, наверное, высшая лига Беларуси. Сравнись с прошлым годом, мы заняли в прошлом году второе место участвовали, и прошлый год был слабее. Но с каждым годом турнир этот уровень повышается. Ирина Альшова, Павел Молшонок, Антон Луговкин. Специально для итогов недели. Новости строительной сферы города. На западном обходе завершается процесс возведения надземной кольцевой развязки. Стоит напомнить, что этот элемент – один из самых сложных во всем проекте масштабного объекта дорожной инфраструктуры. Определенные неудобства строителям доставили погодные условия и активное движение транспорта под конструкцию. Однако это не сказалось на сроках работ. Сегодня деятельность развернута на нескольких важных участках комплекса. О темпах и объемах строительства на ближайшую перспективу расскажет наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Первый съезд – это со стороны улицы лейтенанта Рябцева. Он начинается от аэродромной и доходит до кольцевой эстакады. На сегодняшний день у нас выполняются работы по монтажу балок пролетного строения. Это где-то вот в этом участке. И параллельно мы готовим мики, так называемые подмасти и подбалки. Задача стоит в марте этого года. Скелет вот этого путепровода должен быть завершен. Глядя на большой план строительства западного обхода, понимаешь, насколько масштабный это объект и какие силы сегодня сосредоточены здесь. Всего на возведении комплекса занято более 300 специалистов разного профиля. Уникальное мостостроительное решение интересно не только строителям, но и ученым. Научное сопровождение объекта ведет ДОРНИЕ институт и параллельно со всеми еще идет сопровождение экспертизы этого объекта. Постепенно объект приобретает свои очертания, причем с разных направлений. Работы, конечно же, сконцентрированы на кольцевой развязке. Деятельность здесь выходит на финишную прямую. На высоте порядка 10 метров автотранспорт сможет огибать переезды, которые и стали одной из причин строительства второй очереди западного обхода. Специалисты рассчитали, что в сутки в общей сложности здесь закрывается движение на несколько часов. Мы находимся с вами наверху кольцевой эстакады. Это, скажем так, сердце этого объекта. Основная часть забетонирована. Осталось нам лишь участок, который соединит со стороны улицы Поплавского. Первый этап бетонирования там завершен. И мы планируем, если погодные условия нам позволят, то середина декабря мы завершим и второй, и также третий этого кольца. То есть к середине декабря кольцо будет, монолитные работы по сооружению кольца будут завершены 100%. Пока основная сила сконцентрирована на кольце, параллельная работа ведется по оборудованию съездов. По лейтенанту Рябцеву идет монтаж балок пролетного строения. На Поплавского – омоноличивание поперечных и продольных швов. Отдельный пункт – деятельность на пересечении с улицы Героев обороны Брестской крепости. На спусках Героев обороны Брестской крепости спуск сам готов. Единственное, что сейчас там идут работы по подъезду к этому спуску. То есть улица Зубачева, вот этот мост, который идет с Хаминаска-Штановой, с Орженикидзе, и вот это Героев обороны. Вот этот пятачок, там раньше был круг, сейчас там все разрыли мы, уложили, поменяли новые сети. Фекальную канализацию, лимниевую канализацию. Тянем там, видели по Зубачеву, кабельную продукцию всю, электрические кабеля. И я думаю, что где-то порядка 6-8 декабря мы там сделаем более-менее красоту. И если даст погода, положим нижние слои асфальта. Само кольцо будет завершено в декабре, останутся только два монолитных участка. Это съезд на Поплавского и на лейтенанта Рядцева. Но если погода будет, то и эти работы мы в декабре закончим. Уже в следующем году введение второй очереди западного обхода должно качественно повлиять на интенсивность движения, сконцентрированного на участке Речица, Дубровка, Центр. Строительство ведется в соответствии с утвержденными графиками. Однако даже если погодные условия повлияют на ход работ, это нисколько не должно отразиться на дате открытия уникального объекта. Она запланирована на сентябрь 2019. Мы продолжим тему подготовки Бреста к своему тысячелетию. Совсем скоро об этом нельзя не говорить, поскольку грядущий миллениум у всех на устах. И не только у брещан. Гости нашего города отмечают все происходящие в нем изменения. Брестом искренне восхищаются. Мы об этом рассказываем в рубрике «Брест глазами гостей». И сегодня познакомим вас с новой гостьей проекта Натальей Левиной. Туманный Альбион, последняя монархия, страна пятичасового чая, непременные утренние овсянки, запутанных детективов и сдержанной элегантности. Англия была и остается узнаваемой во всем мире по этим характеристикам. И именно ее в качестве места жительства выбрала героиня нашей традиционной рубрики «Брест глазами гостей» брещанка Наталья Левина, с которой познакомилась наш корреспондент Анастасия Стропко. Наталья Левина родилась в Бресте, но после совершеннолетия начала большое путешествие. Женщина признается, конкретной цели поменять место жительства не было. Так складывалась судьба. Сначала учеба в Москве, затем работа на Кубе, после Вена. Десять последних лет семья Натальи живет в Лондоне, но о городе над Бугом не забывала никогда. Здесь корни, сюда женщина приезжает все чаще. Все города, в которых я жила, я их люблю. И они, конечно, не такие родные, как Брест, потому что в Бресте у меня живут родители, но это все равно любимые, родные, приятные города. В последнее время я стараюсь бывать здесь часто. Это связано с тем, что родители постарели, и поэтому они уже не могут навещать меня в Вене или в Лондоне. Для них это сложно. И поэтому мне пришлось, ну, я рада этому обстоятельству. И я довольно часто приезжаю в Брест. Еще одна причина увеличения числа визитов – творческий проект. Я готовлю к изданию книжку. Книжка будет состоять из воспоминаний и рисунков моего отца. Но он достаточно известный человек в Бресте, и проходят его выставки в Бресте. И он рисует карандашом по памяти историю Бреста. И вот к тысячелетию Бреста у меня, я надеюсь, что в этом году, ну, может, в начале следующего года, эта книжка выйдет в широкой публике. Есть у Натальи и еще одна креативная идея, воплощение которой, на ее взгляд, придало бы городу дополнительный шарм. Такая традиция существует в Лондоне. В Лондоне каждая скамейка, на каждой скамейке есть маленькая табличка с именем. Есть имена знаменитых каких-то людей, а есть имена просто жителей города. И каждый человек имеет право такую табличку повесить на скамейку. То есть это будет как, это называется, именные памятные скамейки. В Бресте это как один из способов восстановления истории. И вот то, о чем я говорю, сделать историю с лицом. К слову, любовь к Бресту Наталья смогла привить и своим детям. Хотя дочь уезжала из Беларуси маленькой, а сын родился за рубежом. Вы знаете, что самое удивительное, я смогла, это я горжусь очень этим, тем, что я смогла воспитать своих детей. Мало того, что они сохранили русский язык и владеют русским языком иногда даже, ну, потому что получается русский язык у нас родной. Вот, не владеет им очень хорошо и знакомый с историей, с культурой. Я смогла сделать так, что для них Брест родной. То есть у них было ощущение, особенно у сына, который первый раз летом побывал в Бресте, он себя здесь чувствовал просто как настоящий брещанин. На вопрос о любимом месте для прогулок Наталья, не задумываясь, отвечает. Советское ее преображение, как, впрочем, и всего областного центра, должно быть предметом гордости. Брест меняется. Меняется в лучшую сторону. И мне кажется, что аккуратность, красота, удобство Бреста – это его визитная карточка. Оценила гостя и концепцию скульптурного Гоголя и новшества текущего года. К сожалению, еще рано и домики не были украшены, но именно такая форма предпраздничной торговли должна добавить привлекательности к городу. Я абсолютно уверена, что эти домики помогут вам. Даже сейчас, когда они стоят пустые, это уже ощущение того, что близится праздник. Конечно, когда их украсят, вот уже некоторые украшены, они будут выглядеть очень празднично. И такие домики – это неотъемлемая черта всех рождественских европейских городов. В числе инициатив, которые находят развитие в Бресте и отклик в душе Натальи Левиной, музыкальные вечера и фестивали «Город над Бугом» всегда был музыкальным, не изменяя традициям и сегодня. Так будет вероятнее всего и в год тысячелетия. К слову, в 2019-м сама Наталья, члены ее семьи, планируют снова посетить «Город над Бугом». Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите еженедельную программу «Итоги недели» на БугТВ. Продолжаем тему подготовки Бреста к юбилейному тысячелетнему году. Задействованы в этом непростом процессе все брещане и, неудивительно, такое глобальное событие пережить дано не каждому человеку. Задействованы все. Кто-то активно участвует, кто-то не очень, но все ждут праздника. Сверяю часы и председатели жилищно-строительных потребительских кооперативов. Администрация Московского района на текущей неделе провела семинар, на котором обсуждались вопросы эффективности выполнения председателями ЖСПК своих непосредственных обязанностей. Участие в мероприятии приняли не только руководители структур, но и представители вертикали власти, городского ЖКХ, отдела по чрезвычайным ситуациям. Такого рода конструктивные диалоги, считает Анастасия Наздрин-Плотницкая, позволят сделать жизнь в областном центре комфортнее и лучше. Вопросом организации деятельности жилищно-строительных потребительских кооперативов Московского района был посвящен семинар. Программу мероприятия организаторы постарались построить таким образом, чтобы руководители ЖСПК смогли не только услышать полезную и важную для их деятельности информацию, но и задать волнующие вопросы. Особенно это общение актуально в рамках празднования тысячелетия. Город преображается, вместе с ним должны становиться краше и спальные районы. Очень активные и безучастные к этому люди делают прямо шедевры, если можно так сказать, искусство, куда можно приходить как в музей. Такие начинания надо обязательно поддерживать, такие начинания обязательно надо рекламировать, ставить в пример и с них, наверное, с этих людей, энтузиастов, всегда надо брать определенный пример. Уютные дворы, подъезды с красивыми лавочками, клумбы и просто украшенный балкон вносят свой колорит в жизнь любого района. В Бресте немало примеров, когда креатив и личная инициатива становятся настоящим достоянием. В каждом районе города в рамках конкурса по благоустройству ежегодно свои награды получают самые творческие брещания. Эту идею должны продвигать и председатели ЖСПК. От частной красоты к общему уюту и комфорту. У нас очень много есть примеров взаимодействия, вас, уважаемые председатели, вот даже с городским советом депутатов, когда вы напрямую обращались и мы старались вам земли подвести и где-то решить какие-то вопросы благоустройства, помочь и организационно-методически, а иногда даже и где-то в каких-то материальных основах. И сотрудничество это может воплощаться в интересное начинание. В октябре, благодаря инициативе горожан, поддержке депутатов и представителей ЖРЭУ, удалось реализовать нужную для города инициативу. В одном из дворов по улице Криштофовича появился детский городок. А началась эта история не с требования, а с просьбы помочь. Чтобы установить площадку, нужна была чистая территория. А на тот момент весь периметр предполагаемого детского городка был разделен тротуарной плиткой. Посоветовавшись с руководством ЖРЭУ, мы пришли к мнению, что людям нужно оказать содействие в плане рабочей силы, техники, здесь обязательно нужна была техника. И за пару дней мы разобрали эту плитку, что позволило, подсыпали гравий, что позволило установить вот эти симпатичные комплексы. Практически все лето взрослые определялись с форматом городка и дизайном турников, а также собирали деньги. Результат приятно радует местную детвору. Очень хотелось, чтобы детки вышли на улицу и порадовались, что у них есть где поиграть, есть где полазить, есть где друг за дружкой побегать. Ну и вот ребята решили, что им нужна такая красивая площадка. Мы очень долго, мы практически целое лето искали подрядчика, который нам это все сможет сделать. Ну и нашли у нас в Бресте очень хорошую организацию, которая нам эту площадку сделала. Если мы обратим внимание на эту площадку, то за ней это то, что было при строительстве дома, те малые формы, те игровое оборудование, которое было еще давно вместе с домом. Люди сумели сохранить то, что построили сами, но кроме этого, вот это все куплено за деньги именно всех жильцов. Они собрали деньги, закупили данное оборудование, сами его тем более и установили. Наша помощь заключалась в одном, обратились люди, потому что здесь была плитка. И на плитке детям, конечно, играть неудобно. Значит, наша помощь оказалась, я думаю, не самой дорогой и не самой, может быть, важной в этой всей процедуре. Но она была нужна. Мы разобрали это плиточное основание, убрали весь бетон и подготовили площадку, засыпав ее гравием. После этого установили детское игровое оборудование. Но сегодня мы видим прекрасную ситуацию, когда люди, сохранив старое, дополнили новое. Семинар стал площадкой обмена мнениями. И это важно, ведь только общаясь и регулярно сверяя часы, можно прийти к общему видению и решению существующих вопросов. Такого рода конструктивные диалоги позволят сделать жизнь в областном центре комфортнее и лучше. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малашон и Кондон Луговкин. Итоги недели. В спортивном календаре Белоруссии соревнования с более чем полувековой историей можно сосчитать по пальцам. И Бресту в этом отношении есть чем гордиться. 30 ноября в городе над Бугом был Донстад 61-му международному турниру по легкой атлетике памяти героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. За два дня порядка 600 спортсменов из семи стран выйдут на старт в 15 видах легкой атлетики. Основной базой для проведения престижного молодежного соревнования традиционно стал легкоатлетический манеж. Накануне открытия турнира наш корреспондент Ирина Ольшова отправилась в Брестскую областную Сдюшор, чтобы узнать, как готовятся брестские спортсмены к открытию зимнего легкоатлетического сезона. Брестский легкоатлетический манеж никогда не пустует. Каждый метр свободного пространства здесь принадлежит подданным королевы спорта – легкой атлетике. Четыре десятка лет на нелегкой службе ее величества и Галина Владимировна Рябова. В ее трудовой книжке только одна запись. После окончания спортфака в 1979 году она пришла работать в Брестскую областную Сдюшор, где и трудится до сих пор. В 30 лет она стала самым молодым заслуженным тренером СССР. А еще Галина Рябова – ровесница международного легкоатлетического турнира в памяти Дмитрия Карбышева. 18 декабря известному тренеру исполнится 61 год. К слову, сама Галина в бытность своей спортсменкой три года подряд участвовала в престижном брестском турнире, устанавливая рекорды в беге на 60 метров. Сильнее, конечно, интересно, конечно, красивее. Тогда наши первые турниры в этом маленьком манеже, в этой конюшне на Ленина, на земле мы бегали, отснимали пол и бегали. Оркестр тот, там был оркестр Соболевский еще. Было интересно, но понятно, уровень был соответствующий. Сейчас красота, сейчас и больше команд. Турнир памяти Карбышева был и остается кузнецей спортивных кадров. Здесь зажглись звезды Юлия Нестеренко и Наталья Сазанович, Татьяна Холодович и Эльвира Герман. 13 лет назад сын Галины и ее воспитанник Виктор Рябов установил рекорд на дистанции 60 метров с барьерами, который не побит до сих пор. И сегодня уже ее ученики, сами ставшие тренерами, вспоминают, как Галина Владимировна выпускала их на карбышевские старты. Много лет, когда я еще сама тренировалась, у меня волосы на мой взгляд, как хорошо тренер смотрит, а я волнуюсь. Попав в это стезю, я буду нарушать сто раз со мной пробежать, чем раз посмотреть. Очень все пошло на пользу все эти года, потому что практика, естественно, она помогает продвигать этот турнир. Уже 61-й сейчас будет, юбилейный был 60-й, очень сильно вырос уровень детей. Очень много спортсменов добавилось с разных стран. И, конечно, хочется опять вернуться в этот юношеский возраст и себе доказать, в первую очередь, тренеру показать и всем остальным, то, что результаты были, они есть и только будут расти. Сегодня серебряный призер чемпионата Европы по кроссу Сергей Чебряк успешно тренирует перспективный спортивный резерв. Среди его нынешних воспитанников серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в беге на 400 метров Иван Лукашевич. Молодой спортсмен под руководством Сергея Чебряка готовится к паралимпийским играм в Токио. Спорт – это переживания, все вот эти старты, это очень интересно. Во-первых, это очень интересная жизнь, ты ездишь в разные страны, выступаешь, представляешь свою страну. Это просто очень большой интерес. Сегодня Галина Владимировна – детский тренер. Ее задача – найти и рассмотреть в самом обычном ребенке чемпионские задатки. При этом подобрать будущему победителю правильную дисциплину. А их в легкой атлетике два десятка. Дети любят что? Эмоциональное. Прыгать он любит. Прыгаем. Прыгает, нравится. Давайте еще, давайте еще. Я говорю, Санечка, ну давай определимся, будем прыгать. Что ты любишь? Я хочу, чтобы ты любил. Ты без любви не может быть. Человек не пойдет, ребенок не придет на тренировку, если не любит. Тренеры не любят то, чем он занимается. Скажи, ему длинные дистанции будут бегать, он не придет просто. Ребенку даешь самый интересный. В одну тренировку я могу и барьеры, и высоту. Смотрю, ой, он высоту здорово прыгает. Ну что ж я буду… Потренирую по тренированной высоте, отдам высотнику. А дам… Всегда руку на тройное. Нынешний легкоатлетический турнир памяти Дмитрия Карбышева собрал рекордное число спортсменов – более 600. Семь стран прислали свой ближайший спортивный резерв. Для младшей возрастной категории, а это спортсмены 2004-2005 года рождения, соревнования – первый международный опыт. Несмотря на юный возраст участников, к турниру приковано пристальное внимание со стороны Белорусской Федерации Легкой Атлетики. Здесь куются спортивные кадры для национальных команд разных стран. Брест всегда держит марты. Всегда. И по количеству, как говорится, людей, которых поставляют в национальную команду. И по итоговым выступлениям. Здесь как-то вот, знаете, в свое время сформировался такой хороший очень тренерский коллектив. Очень большое внимание руководители уделяют традиционной. Ну что ли, есть такая планка, которую очень тяжело уже опустить. За два соревновательных дня прошли испытания в 15 дисциплинах лёгкой атлетики. Ежегодно на Карбышевском турнире устанавливаются несколько рекордов. Вместе с тем, этот турнир не просто соревнования. Он преследует две цели – спортивную и воспитательную. На соревнованиях не только устанавливают новые рекорды, но и укрепляют дружеские связи спортсмены и тренеры из разных стран. Таких вот, такой долгой истории, 61-й, конечно, год, это просто надо дать должное городу Бресту, вот то, что сохраняют эти традиции и приумножают, потому что количество участников из стран впечатляет. Это только начало сезона. И очень ценно то, что это соревнования для резерва. Я сам начинал с 7 лет заниматься лёгкой атлетикой. Я помню, какие эмоции вызывают именно соревнования. Это главный мотиватор для того, чтобы двигаться вперёд и тренироваться, скажем, усердно, чтобы побеждать. Ильина Альшова, Павел Молшон, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Первый месяц зимы декабрь наступил. Он нравится очень многим, потому что, несмотря на свою неуютность, дарит нам замечательное предвкушение одного из популярнейших праздников во всём мире, то есть Нового года. Декабрь также лёгок, как первые зимние снегопады. Также воздушен, как морозный ветер, а ещё он позволяет проникнуться зимним настроением, предпраздничной атмосферой и мечтами. Давайте будем почаще мечтать о чудесах, и они обязательно произойдут, а прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 2 декабря в Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта, уходящего на северо-запад европейской территории России. В Бресте воскресный день пройдёт без осадков. Он будет отмечен переменной облачностью. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер юго-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью минус 4,6, максимальная днём 0, минус 2 градуса. 3 декабря на республику Западной Европы переместится фронтальный раздел, вслед за которым начнут поступать тёплые, неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения. В понедельник днём в Бресте пройдут дожди. Туман, гололёд на дорогах гололедится. Ветер южный умеренный. В ночные часы синоптики прогнозируют 1,3 градуса ниже нуля, днём до 3 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин